Аким Усо, скажите, пожалуйста, где мы находимся? Это территория жилого комплекса Диар-Бушанбай, и это ресторан Бит-Фладьяк. Почему у вас время от времени открываются новые проекты? Я, честно говоря, абсолютно непостоянный человек по жизни. Люди, которые меня знают, они подтвердят это. Непостоянство включает в себя и отношения к бизнесу. С учетом того, что, скажем, каким бизнесом только я не занимался, но все-таки максимальную возможность реализовать себя нашел все-таки здесь, в ресторанном бизнесе. И это у меня получается, и это мне нравится, и это вкусно. И самое главное, знаете, наверное, это единственный бизнес, когда ты, один из единственных бизнесов в сфере услуг, когда ты получаешь результат сразу. Вот человек пришел, заказал, поел. Одно из двух. Либо он вас пошлет с вашей едой и скажет, что вы отвратительно готовите, и вообще вы не ресторан, а помойка. Либо он скажет огромное спасибо, а еще вдобавок ко всему он еще и заплатит. Каждый атлет за одну тренировку тратит от 200 до 1500 калорий. Для того, чтобы организм чувствовал себя хорошо, нам нужно употреблять в течение суток 2 грамма белка на килограмм веса, 4 грамма углеводов на килограмм веса и 1 грамм полезных жиров в течение суток. Но сегодня мы разберем количество белка, который нам необходим в течение суток. Умножаем свой вес на 2 и получаем количество белка, который нам необходим. Например, 80 килограмм умножаем на 2, получаем 1 килограмм 300 грамм мяса в течение суток. Физически невозможно употреблять в течение суток такое количество мяса или же очень сложно. И тут прилетает на помощь протеин от компании Siberian Supernatural Sports. Siberian Supernatural Sports предлагает нам широкий выбор протеинов. Сывороточный протеин, изолят и гидроизолят. Отличается продукт друг от друга по степени очистки. На первом месте идет гидроизолят, на втором месте идет изолят и на третьем месте идет сывороточный протеин. Siberian Supernatural Sports дает вам возможность подобрать под себя, какой протеин вам больше подходит. А если у вас возникли сложности при подборе протеина, вы можете использовать промокод IRONKING при покупке и, конечно же, получите бесплатную консультацию и скидочку. Все подробности по ссылке в описании. А как часто говорили, что у вас муж и не заплатили или какие-то другие случаи? Ой, говорили. Мы же говорили. Люди разные. Вы можете один из случаев? Как правило, а я не помню, честно скажу. Я вообще очень редко помню плохое и редко, когда кто-то начинает говорить о каких-то врагах. У меня их нет, потому что я их просто не воспринимаю как врагов. А вы все люди со своими плюсами, со своими минусами, со своим настроением, со своими желаниями, пожеланиями. Сегодня вы воспринимаете что-то хорошо, а завтра вы будете воспринимать это же плохо. Ну вот все-таки с чем связано то, чтобы люди, рестораторы, грубо говоря, время от времени открывают новые проекты? С новыми идеями. Нормально. Это для любого бизнеса нормально. Потому что как только ты застаиваешься на чем-то одном, во-первых, ты ограничиваешь свой интеллектуальный потенциал. Человек не может останавливаться на чем-то. Я знаю таких людей, и я, честно, с большим уважением отношусь, очень постоянных людей. Вот у него есть одна точка, вот на этой точке он практически уже, я не знаю, всю жизнь. Я завидую таким людям, у меня так не получается. Потому что мне становится через некоторое время скучно, мне нужно делать что-то новое, мне нужно как-то дальше самореализовываться. Пока, ну не знаю, может быть с возрастом я в конце концов останавливаюсь и скажу все. А почему это не сделать вот в одном месте, грубо говоря? Вы запустили проект, окей, он через определенное время стал скучным там, а потом вы можете реализовать именно там, нежели пойти и в другом месте запустить другой проект. Другое место – другая аура, другая энергетика. Вот та энергетика, которая есть в старом месте, вы никогда… Вы попытаетесь обновить ее, да, но у людей есть некий ассоциативный, ассоциативный ряд, да, скажем. И у них вот эти ассоциации менять очень сложно. Конечно, можно поменять старый ресторан на новый ресторан, но воспринимать вас будут все равно тем старым. Знаете как? Это как человеку. Я могу нарастить себе волосы, да, опустить бороду, при этом я останусь тем же самым человеком. Понимаете? Легче родить нового и, соответственно, с этим новым делать что-то другое, да. В конце концов, все должно как-то динамично развиваться, чередоваться. Вы себя считаете ресторатором? Ну, наверное, да, скорее всего. Скорее всего. Вопрос, что вкладывать в этот смысл, да, рестораторский. По мне, я понимаю это так. Это человек, который придумывает концепцию, потому что я всегда исхожу из концепции. Общие концепции. А потом уже следующие, это интерьер, ну и все, все, что сопровождает. Окей, вот давайте вот три основных фактора, которые нужны ресторатору, вы можете назвать? Знание, терпение и еще раз терпение. Круто. Вы, насколько я знаю, учились в философской факультете. Да. Вы его закончили? Да. А как получилось так, что вы перешли именно в этот, в этом направлении, в этот бизнес ушли? Как я перешел в это направление? Условия, обстоятельства. Знаете, каждый раз, когда у меня спрашивают, как жизнь, я говорю, по погоде и по обстоятельствам. Обстоятельства изменились, жизнь изменилась. Как говорил один мой преподаватель, в философию надо входить на белом коне, а не на старой кляче. Это не значит, что я не буду этим заниматься, может быть, через какое-то иное количество времени. Возможно, я и буду этим заниматься. Но это требует другой реализации, скажем, других возможностей. Этим надо заниматься, нельзя отвлекаться на что-то другое. А вы помните свой первый проект именно в рестораторском бизнесе? Совсем первый. Ну да, вот то, что вот щелкнуло, вы сказали, вот это мое, я этим буду заниматься. Нет, ну первый проект, вообще первый проект, который звучал, это, конечно, был стейкхаус. Это первый проект, и он был, наверное, с точки зрения подхода абсолютно неправильным. Так нельзя, теперь, нет, ну я уже сейчас знаю, что так нельзя строить бизнес, исходя из того, что мы хотим, чтобы это был стейкхаус. Сейчас, перед тем, как открывать что-то, я начинаю смотреть, есть ли эти продукты у нас, могу ли я воспользоваться местным рынком, что из этого я могу привезти, и так далее, и так далее. А стейкхаус – это был проект, который проработал в общей сложности 13 лет. Но это был ваш первый проект? Это был мой первый проект, да, и сейчас мы его благополучно передали другим людям, и другим людям этим занимаемся. А чем он запомнился? Вот есть то, что вы запомнили, и вы никогда этого не забудете? Потому что это же все равно первый проект. Я вам скажу, когда мы заплатили аренду вперед, а на конец года посчитали свои плюсы и минусы. Мы были в таком минусе, что я понял, что либо этот проект надо закрывать, я тогда занимался и другим немного бизнесом, а это был параллельный. Я понял, что либо нужно его закрывать, либо этим надо заниматься самому и узнавать, что это за проект. Но до этого в Москве я работал в ресторанной сети, и опыт работы у меня все-таки был. Но я не предполагал продолжать заниматься, но мне всегда нравились рестораны. И все-таки мысль была такая, что этим можно будет заниматься. А до ресторанового бизнеса вы чем занимались? Я очень долгое время работал на разные компании. Работал на компанию Cadbury Schwabbs. Это английская компания, которая шоколад делает. Был региональным директором по северо-западному региону России. Потом работал в компании Coca-Cola, потом работал в Узбекистане, потом работал… Потом я приехал в Москву и случайно наткнулся на предложение работать директором по развитию бизнеса в одной ресторанной сети. Ну и вот пошли. И зацепило? Зацепило, да, зацепило. Я видел, как это все двигается, да. И я понял, что такое кухня, я понял, что такое вообще концепция ресторанов, чем один ресторан должен отличаться от другого. Я это все понял тогда. Раньше вы работали с братишкой, а сейчас его с вами нет. Ну, он занялся другим. То есть он не почувствовал себя в своей, грубо говоря, тарелке… Вы знаете как, очень сложно, чтобы люди делили с вами ваши интересы. Это очень сложно. Потому что вы можете на какой-то период времени заразить кого-то. Человек работает, занимается этим, а потом просто человеку становится это неинтересно. Но при всем при этом вы не можете на тот или иной период времени бросить это. Поэтому он помогал мне, он управлял бизнесом и достаточно успешно управлял стейкхаусом. За тот период, когда он был, стейкхаус поднялся очень сильно. Но он решил заняться чем-то другим. Он начал параллельно другие проекты. Он открыл с ребятами рестораном «Панорама». Правда, мы там первоначально предполагали его делать вместе. Потом, в общем, он нашел партёров, с которыми я это делал. Ну, «Панорама» до сих пор живёт. Но, правда, мой братишка этим проектом тоже, скажем так, он немножко ушёл в другое. Сейчас он занимается производством молочных продуктов. То есть у вас разногласий не было? Или были? Вы знаете, в чём дело. Разногласия в нормальном бизнесе всегда есть. Но у нас не было противоречий. Да, у нас не было каких-то там противоречий таких. Просто интересы изменились. Но вы до сих пор нормально общаетесь? Да, конечно, в области сидят наверху. А вы сами готовите? Да, готово. Есть любимое блюдо? Знаете, вот я покажу банальным, но для меня… вкуснее плова и интереснее плова из всех возможных блюд, которые я знаю. А честно скажу, я перепробовал и приготовил очень много их. Но вот интереснее и вкуснее плова для меня пока нет ничего. И всё, что я видел, как это всё готовится, я понимаю, что это такое блюдо, которое постоянно самосовершенствуется. Там один народ готовит его так, другой народ готовит его по-другому. Он и во вкусе другой, и в подаче другой. И я его очень люблю просто. Очень люблю. Вы можете сказать, вот, за всю историю вашего бизнеса… А почему вы меня и спрашиваете, почему я не открыл тлов хона? Офхона. Мы дойдём до этого. А, дойдём до этого. Чуть-чуть терпения, да, да, конечно. Это же национальное блюдо. Да. Вы же в интервью говорили о том, что национальное блюдо у нас не запатентовано. Многие таджикские блюда, они узбекские и запатентованные в Республику Узбекистан. Нет. Всё дело в том, что там немножко по-другому контекст. То есть, скажем, всё то, что я сказал там… Понимаете, в чём дело? Блюдо нужно уметь готовить. В первую очередь. Любое блюдо нужно уметь готовить. В Узбекистане умеют готовить тлов, так как не умеют готовить его нигде. Вопрос не в том, чтобы запатентовать, а в том, чтобы развивать кухню. Понимаете? Мы этой кухней своей, национальной, никогда не занимались. Ни в советское время толком никто не занимался. Ни сейчас этим никто особо не занимается. Почему у нас приглашают поваров с Узбекистана и говорят, что у нас поваров с Узбекистана? Понимаете, да? То есть, шашлыки мы уже сами готовить не умеем. Самбусу мы сами готовить не умеем. Плов мы сами готовить не умеем. Нам нужно привезти поваров с Узбекистана для того, чтобы они нам это приготовили. Почему? Потому что у них кухня развивается. У нас очень большая проблема с поварами. Вы знаете, что это? Ну да, я в курсе. Не просто проблема, а просто офигенная проблема. Ваше любимое слово – катастрофа. Это катастрофа. Это катастрофа. Ну, все-таки вы подтверждаете то, что вы сказали о том, что многие таджики блюда запатентованы в Узбекистане? Ну, понимаете, в чем дело? Нет в этом смысле абсолютно. Мы с вами, у нас нет кухни, самодостаточной кухни. В том понимании, в котором она есть, итальянская кухня. На территории постсоветского пространства это азербайджанская кухня. Абсолютно самодостаточная. Потому что там есть блюда из рыбы. Говядины, баранины, курицы. Ну и так далее. Все пловы, мантусы, амбуса и все остальное – это не блюда Бухарского Эмирата. Это не блюда таджикские, узбекские, казахские, киргизские. Это блюда, которые готовились на этой территории. Знаете, бывшего Таджикского Эмирата, вот этой территории Центральной Азии. Поэтому узбеки смогли из этого сделать бренд «Узбекская кухня» и смогли его продвинуть. Но не смогли этого сделать. А вы можете хотя бы три таджикских блюда назвать? Абсолютно таджикские? Абсолютно таджикские блюда, которые мы можем, не знаю, гордиться. Нет, ну этим можем только мы гордиться. Потому что все остальные его не знают. Но это, безусловно, это... Как он? Оши Тупа. Там свадьба. Я о чем и говорю. Вот, это Оши Тупа. Притом во всех вариациях, которые он делал. Уникальное блюда. Очень интересное блюда. Ну, для кого-то, может быть, это и круто. Допустим, на территории Бадаршана есть блюда, которые... Они очень простые по сути, но очень интересные могут быть, потому что их полезность... Это вот все блюда из муки грубого помола. Да, то есть эти блюда очень интересны сами по себе. Но, понимаете, они где-то застыли, условно говоря, там, в 19 веке эти блюда. Все наши... Оши Тупа, Тупы и все остальное. И дальше это... Вы по-мерски не назвали. Вот я и говорю, ну, там, вот... Как его... Да... Нож Хухпа. Изумительное блюдо, да? Изумительное блюдо, потому что... При этом это все кажется достаточно примитивным, но очень интересно именно для нашего региона. Другие вряд ли его воспримут настолько, насколько... Потому что, знаете как, кухня должна совершенствоваться. Если она не совершенствуется, то она остается именно для вас, для меня, там, для еще кого-то. Почему-то вы не назвали щирчой? Щирчой – это не памирское блюдо, понимаете, в чем дело? Я щирчой пил везде. В Бухаре, в Самарканде, в Нукусе, в Уручии. Это блюдо Центральной Азии. Это не блюдо какого-то конкретного места расположения. Это блюдо вот этих всех народов Центральной Азии. Ну, смотрите, мы же можем покушать плов, скажем, в Америке. Ну, она же считается таджицкое блюдо или узбекское блюдо. Ну да, да, это блюдо. Точно так же мы можем пить щирчай, не знаю, там в Африке, но это считается памирское блюдо или я считаю... Если вы будете сидеть с индусами, индусы скажут, да вы что, это наше блюдо, это мы его придумали, мы его совершенствовали, мы сделали из него там чай-масала с молоком, с имбирем, с гвоздикой, там еще с чем-то, да? Понимаете? В этом направлении спорить абсолютно бесполезно. Это не тот предмет, где можно, потому что, ну, понимаете, да, индийская цивилизация древнее, чем наша. Много древнее. И все, в конце концов, вышло из Индии, да? И для них, условно говоря, чай с молоком – это ежедневный рацион питания. Хорошо, давайте теперь самый такой интересный вопрос. Почему вы не открываете Ошхуна? Это вопрос абсолютно экономический. Не вопрос кулинарный, вопрос экономический. Мне неинтересно бороться за лучше плов, потому что их очень много здесь, да, скажем, людей, которые готовят этот плов. И можно приготовить лучше, не спорю. Но вопрос – экономика очень маленькая, очень, вот такая маленькая, может, денег мало. Все оберегается в финансы, правильно, я понимаю? Да, с точки зрения экономики, для меня это неинтересно. Хотя я очень, я сказал ранее, я очень люблю плов, но с точки зрения экономики это неинтересно. Интереснее, да и с точки зрения кулинарии тоже может быть не так интересно. С точки зрения, я могу себе сам противоречить, скажете, он любит плов, но развивать этот плов не хочет. Ну, пока не хочу я его развивать, потому что он мне в этом смысл нравится таким, какой он есть. И заниматься пловом, шашлыками, с ангусой я не буду. Я лучше поеду в колхоз России и посмотрю очередь стоящая за Лагманом, там где-то, как он, Урумчи, да, называется? Уйбургская, да? Вот это Урумчи, да, по-моему, да? Поесть этот Лагман, увидите огромное количество людей, и я понимаю, это, понимаете, это уже не ресторан. Это такой, это фастфуд. Понимаете, это азиатский фастфуд. А я фастфудом не занимаюсь. Вы против фастфуда? Нет. Почему? Наоборот, фастфуд это инвестиции. Хорошие фастфуды приносят хорошие деньги. Насколько я знаю, фастфуд это быстрая еда, то есть его быстро приготовлены. Разве Лагман можно быстро приготовить? Он уже готовый почти. Его готовят вам, вы садитесь, заказываете Лагман, и вам приносят через сколько минут? Пять. Да? Поэтому он уже раскатан, он уже приготовлен, подлива готова. Вот они там бросили его, разогрели его вам, залили и подали. И вы наслаждаете. Вы можете назвать три лучших ресторана нашего города, Тушанбэ? Клянусь не могу. Честное слово, вы сейчас просто озадачили меня вопросом. Я не могу назвать три лучших ресторана по моим критериям. Да. А вот у меня нет этих. Понимаете? Я честно вам скажу, такие места, как Торты и Руни, считаю фастфудами. Что это фастфуды? Национальные фастфуды. Но это не ресторан. Понимаете? Рестораторство предполагает определенное авторское участие. А что вы скажете по поводу Сигафреда, по поводу ОКЕЙ? Это кофейня. Это всего лишь кофейня. И ничего больше. Тем более она франшизная кофейня. То, что они готовят там блюда, пожалуйста, это вопрос экономики. Но к рестораторству это тоже не имеет, к авторству в кулинарии это не имеет никакого отношения. Какой он идеальный рестораторский проект по-вашему? Идеальный? Я вам скажу. Когда отец работает на кухне, мама с дочерью обслуживают, и отец готовит те блюда, которые не готовит никто. Ни в одном ресторане. Вот это идеально. Когда семья отвечает за каждого госта, который приходит к ним. Это идеально. Ну, такие рестораны есть. Они семейные в мире. Но я вообще не очень люблю большие рестораны. Мне больше нравятся маленькие рестораны. В них суеты меньше и вкуса больше. Вы имеете в виду сейчас меню, правильно? То есть меню должно быть компактным. Нет, вопрос не в меню, вопрос в отношении блюда, как его готовить, как правильно его подать, как его преподнести гостю, чем это все сопроводить, какими словами. Давайте теперь поговорим немножко о ресторане, где мы находимся. Это Яг. В двух словах можете сказать, чем он отличается от ваших других проектов, которые были? Ну, он сам за себя говорит, это Мик Плад Яг. То есть это мясной клуб. Идея этого мясного клуба, она, в общем, была, и, в принципе, она не на вас, а сама по себе. Но я все-таки, мы очень долго думали о том, как его назвать. Потом нашли Яг. Это единственный дикий быт, при этом с хорошим олицетворением, с хорошей легендой об этом животном. И с очень этническим отношением, да, то есть он наш. Он там, это не ресторан Voyage, да, или ресторан, там, я не знаю, Abstract, да. Это ресторан Яг. И он, соответственно, определяет то, что здесь, что в интерьере, что где-то в каких-то блюдах есть и мясо, и есть некий фьюжн с неким нашим этническим подходом, да, скажем, в подаче блюд. У нас очень много блюд, которые мы придумали сами. Из мяса Яга есть? У меня ощущение, что Яга самого нет. Скажу вам по секрету. Может быть, он и есть. Но почему? На Памире вроде ведутся, их выращивают. Ну, пусть его привезут мне. Поверьте, я сам за ним не поеду. А желания не было никогда заказать, привезти там, вот, прям вот официально? Желание каждый день у меня есть. Вопрос мне его никто не привозит. Поэтому я всегда говорю... Неужели это так сложно, его заказать, привезли, вот прям вот здесь официально сняли на камеру, как его зарезали и заготовили? У вас очень много... Это другой бизнес. Это другой бизнес, правда. Сейчас у вас параллельно есть какие-нибудь другие рестораны? Нет, сейчас параллельно у меня уже нет других ресторанов. И, в принципе, мне это очень нравится. У меня параллельно нет, потому что у нас очень маленький город. Мы, как правило, начинаем сами себе устраивать конкуренту, создавая сети. Вот мне, мы до эфира говорили о том, что эти шесть месяцев, которые я занимался проектом кафе, меня просто не хватило на другие моменты жизни. Я бы вам сказал, да, помните, что нужно знание, терпение, еще раз терпение. Нет, вопрос в другом. Как вы находитесь время для семьи, для друзей, там, поехать куда-то? Очень тяжело. Очень тяжело. Ну, есть один день в неделю, когда я занимаюсь детьми, а все остальное время я посвящаю бизнесу. Когда вы в последний раз позволили себе уехать, куда-нибудь отдохнуть? Год назад, наверное. В интервью для Азии Плюс вы говорите о том, что як это место, куда могут приехать молодежь и делать селфи. И не только молодежь, ну, то есть, может, и взрослые делают селфи. А в других ваших ресторанах этого не было? То есть, или... Нет, почему это было, просто селфи не было. Понимаете, як, условно говоря, вот был ресторан стейкхаус, да, моим, но он есть, помню? Был ресторан стейкхаус. Помните, там были картинки на стенах, которые рисовали? Это место для селфи. И многие фотографировались около этих картинок. Да, скажем, они были во всю стену. Они очень... Они такие со смыслом были, с определенным значением. Там, идеи были во всех этих картинках, каждая из них. Вот. И люди фотографировались. Еще один момент. В интервью вы... Богатых людей нашего солнечного Таджикистана, вы их преподнесли так, что они чуть ли не впадают в депрессию от того, что им некуда идти, и негде тратить свои деньги. Откуда у вас вот такие вот... Ты знаешь, я тебе скажу другое. Не, я тебе скажу другое. Не вопрос того, что они впадают куда-то или не впадают. Они могут благополучно там каждый месяц летать куда-нибудь, да? Но вопрос заключается в том, что у нас для маломальских среднего слоя населения есть места, куда они могут себе позволить пойти. Даже в деньгах. Но нет мест, где они могут потратить больше денег. Не вопрос, сама цель в том, чтобы тратить больше, а чувствовать себя статусно. Понимаете? Именно статусно чувствовать себя. Это очень важно для многих людей, которые работают, условно говоря, 24 часа в сутки. Ну, не 24, пусть 12 часов в сутки. Которые зарабатывают очень большие деньги, но... А больше ничего и нет у них. Понимаете? Вот у нас открыли там X-Feed, да? Кстати, тренажерный зал замечательно. Целый комплекс, да? У нас... Вот что еще у нас открывают для людей, чтобы люди приходили и тратили там большое количество денег? У нас открывают большие торговые центры? Или у нас открывают бутики? Или у нас открывают что-то такое там, я не знаю, автосалоны Ламборги и Феррари? То есть у нас есть такие люди, которые себе позволят купить Ламборджини? Не знаю. Потому что его нет. Понимаете? Нет салона, нет покупателей. То же самое с рестораном, понимаете? Должны быть рестораны, где, условно говоря, блюдо должно стоить 100 долларов, 150 долларов. Ну, к этому мы сейчас тоже придем. Смотрите, самая большая выручка за день. Не холодно? Немножко холодно. Но ничего страшного. Главное, чтобы мы пообщались. Может, вы укроете его чем-нибудь? Не-не-не, нормально. Самая большая выручка? Выручка денег в день. За всю вашу историю в этом бизнесе. 45 тысяч сомон. Тогда это было порядка, ну, где-то около 15 тысяч долларов. Вот это было в стейхаусе. Нет? Нет, это было в каблубках. У вас есть стейк, который называется «Золотый». Правильно я понимаю? Он еще нет. Он только в проекте. Но мы его уже скоро будем продавать. А сколько он стоит? Сколько он будет стоить? Хорошо, будет стоить. Честно скажу, я пока еще не решил, сколько он будет окончательно стоить. Но он будет стоить где-то, наверное, раз в 10 дороже, чем стоит самый дорогой стейк в городе. А чем он будет отличаться? Статусом. В инстаграме у вас есть фотография, где вы преподнесли гостю именно вот этот стейк. Разве вы его не запустили? Нет, мы его, скажем так, он у нас долго зрел. Долго зрела эта идея, как мы его приготовили, мы его подали, мы подали золотые приборы к этому стейку. Была гостья, такая достаточно статусная. И самое главное, когда она увидела этот золотой стейк, она, я думаю, что была во многих очень хороших, дорогих ресторанах в мире, она сказала, я никогда в жизни не видела золотой стейк с золотыми приборами. Можете я представить, как она себя ощущала? Статусно. Поэтому основная задача это все-таки статусность. У вас еще есть суп, который 190 сомов. Я правильно пойму? Это опять же информация из интервью? Да, да. То есть вы об этом говорили? Да я завтра с удовольствием поставлю суп, который будет 140 сомов стоить. А чем он будет отличаться от тех супов, которые... Ценой? Уже не шурбо. Понятно, шурбо за 140 сомов я ставить не буду. Понимаете? Я придумаю такое блюдо, которое будет стоить 140 сомов. Вы имеете в виду состав? Там какие-то, наверное, будут... Да, наверное. Мясо единорога. Если найду единорога, значит, будет единорог. Скажите, пожалуйста, почему у нас до сих пор в стране, в Душанбе, нету школы для обучения поваров, официантов, барменов, с чем мы очень часто сталкиваемся и сложно найти кого-либо профессионального в этой сфере? Потому что у нас эта сфера не развивается. Понимаете? Вот у нас все очень связано и закономерно. У нас не развивается эта сфера ресторанная и необходимости в этом нет. Вы мне сейчас скажете, что нет, у нас всегда есть необходимость повара. За последний год сколько ресторанов у нас открылось, помните? Ну, на скидку, насколько я знаю, их несколько. Можно попасть. Можно попасть. На одной руке. Да? Три-четыре ресторана. Скажите, зачем для этих трех-четырех ресторанов открывать кулинарную школу? Понимаете, к этому бизнесу никто не относится как серьезной индустрией. Понимаете? А это основополагающая индустрия для развития туризма. Но вы и я знаем, что у нас очень не хватает квалифицированных поваров, барменов и официантов. И можно же как-то сделать, пусть будут эти пять ресторанов и там десять кафешек в городе, которые будут нуждаться в этом, но они будут знать, прийти именно к вам, грубо говоря, и вас взяли в этих специалистах. У нас не хватает сантехников, у нас не хватает электриков, у нас не хватает этих, этих, этих. У нас все это обеспечено? Ну, отчасти. У нас нет профессионально-технических училищ, которые готовят сантехников, электриков и так далее, и так далее. Поэтому с поварами то же самое, понимаете, абсолютно то же самое. Этим надо заниматься. Открывать, заниматься мне этим, это совсем другой бизнес. Я пока еще не готов к этому. У нас в конце каждого ролика идет такой блиц-детектор, где мы задаем короткие сравнения, может быть, вопросы, на которые вы можете отвечать не обязательно коротко, но достаточно быстро. Почему детектор? Потому что мы надеемся, что наши гости будут говорить нам максимально право. Вы готовы? Давайте. Як или стейк-каут? Конечно, як. Это же ваш первый бизнес. Первый ребенок. Ну что? европейская или национальная кухня? Европейская. Моника Белуччи или Наргиз Бандишоева? Что Белуччи? просто для чего? Наргиз Бандишоева или Моника Белуччи? Слушать, конечно, Бандишоева. А поужинать с Моникой Белуччи? Именно поужинать. Без продолжений. А это уже дальше как... Как карты лягут. Или встанут. Если бы у вас будет шанс, возможность открыть в любом уголке мира ресторан, где бы вы предпочли открыть? По каждому шамбе, честно вам скажем. Потому что мне не абсолютно мне не все равно. Понимаете, это не только бизнес, это не все-таки определенная степень патриотического отношения. Очень хочется, чтобы здесь это тоже было. Я не хочу, чтобы кто-то мог говорить о том, что у вас в городе нет ни одного приличного ресторана. И в конце концов, знаете, как каждый из нас все-таки ответственный за то, что происходит здесь. И нужно разделять эту степень ответственности скажем так справедливо. Да, ну, как-то я не знаю, все-таки с определенным чувством долго, что ли. Что вы больше всего ненавидите в себе? Вот это непостоянство. А что вы больше всего цените в людях? в людях? Я все-таки ценю в людях безусловный профессионализм, потому что основным критерием все-таки любого такого самодостаточного человека должен быть его профессионализм. И безусловно умение прощать. Это знаете, как Богом данное всем прощает. Мы никому не прощаем ничего. И последний вопрос, на который вы можете даже немножко подумать. Что бы вас заставило отказаться от ресторанного бизнеса? Безусловного бизнеса? Да ничего. Если у меня не будет возможности делать этот бизнес здесь, я буду искать возможность делать его в другом месте. Я буду всегда искать возможность делать что-то, что будет приносить мне удовольствие. Я каким-то образом буду еще и полезен обществу. Понимаете, это тоже немаловажно, быть полезным общества. Согласен. У нас все. Спасибо вам огромное. Спасибо.